Это самое жуткое место на всей планете. Адские врата ада. Из этих адских врат ада вылазят самые жуткие сущности на всей планете. Похуже чем мистер крипер, похуже чем скелет, чем зомби, паук и даже чем херобрин. Из этих врат вылазят монстры, которые в любую секунду могут захватить всю планету. И это Лера, Мия, Стасик, Пропердасик, Пончик, Печенька, Карась, Картошка. Адское войско прибыло в ад. И Лера их предводить. Лера самый большой чертенок во всей этой компании. Чертики вы мои майнкрафтовские, покажите, вы все взяли те кровати, которые я вам раздал. Возьмите их в руки. Ага, ага, молодцы, у всех все, есть кровати. Все, молодцы. А сейчас по очереди прыгайте вот в ту яму, которую вырыла Катя. И уже потом я вам скажу, что там надо будет делать. Давайте, давайте, попрыгали быстро. Давай, Лера, тащи их всех туда, в преисподнюю. Лера, Лера с разгона прыгай, давай. Опа. Все вы прекрасно понимаете, зачем мы собрались в этом адском тоннеле с кроватью и зачем мне нужна ваша помощь. Ну, я как бы читаю комментарии всех подписчиков и подписчики сказали, что это просто наилучший способ найти вот эти древние обломки в аду. Вы сейчас расставляете свои кровати на расстоянии примерно 6-7 блоков друг от друга. И когда я скажу, рота отбой, тогда вы все вместе пойдете вот это баюбанькать. И если нам повезет, тогда мы найдем древние осколки. Ну, вам вряд ли повезет, когда вы пойдете баюбанькать в аду. А мне вот, может быть, повезет. Ну, давайте, давайте, расставляйте кровати. Ну, в общем, ребята, вам тут это, хорошо повеселиться. Я тут немножко подальше отойду, а вы давайте на счет раз, два, четыре, ложитесь на кровати. Ага, хорошо. Сейчас, смотрите, чтобы лучше было видно. Ага, вот так. Все, давайте. Раз, три, четыре. Ага. Ага. Так, сейчас мы посмотрим, здесь есть ли у нас древние обломки или нет. Опа, Лерочка. Лерочка, ты выжила? Да, здорово. Опа, я один вижу. Нифига себе, один вижу, реально есть. Так, главное сейчас не сгореть. Лера, помогай, просраивается, чтобы я сейчас в лаве вот этой не утонул. Так, это вот сюда. И это, опачки, попачки, один есть. Лера! А ну, давай туда, потопала, быстро. Давай, побежала. Это моё, это моё, и это моё. Ну, слушайте. Мне кажется, реально, хороший способ, Лера, да, приходить просто. Я ещё один вижу. Японский горнолыжник просто. Четыре куска древних обломков просто. И скольки, Лера? Из пяти или шести кровать? Нифига себе. Ну, кстати, на меч Незеритовый хватит. Так, Лера, это, сейчас домой просто отправляемся. Так, всё, поехали домой. Наркоманы Петровичи. Как вы понимаете, я собрал вас сегодня не просто так и не для того, чтобы добыть там какой-то Незерит. Нет. Я вас собрал из-за того, что со мной играет одна молодая женщина-девушка-мадемуазель, которую зовут Екатерина Нубасисевна. Как многие подписчики мне говорят, Екатерина Нубасисевна немножко обнаглела, она там бороет у меня броньку, потом ла-ла-ла-ла-ла-ла, но нет. Я сегодня её решил затроллить не потому, что она у меня украла Незеритовую броньку, а просто так. Ну, как бы, а почему нет? Поэтому пройдёмте, пожалуйста, все сюда за мной, тем более, как бы все эти способы троллинга для Кати мне пишут сами подписчики в комментариях. А вы, наркоманы Петровичи, помогайте мне всё это построить. Короче, ваша задача в этой серии взять вот эти все ресурсы, которые находятся в сундуках, и построить здесь огроменную башню Рапунцель. И не спрашивать... Не-не-не-не-не-не, вы даже меня не спрашивайте, почему её... Хотя нет, спрашивайте, но я вам не скажу. В смысле это кто, картошка? Ну, это принцесса, которую заточили в этой башне, то есть её там заперли, она там сидела, пока не скончалась, или что она там сделала, пока её там, короче, принц не вызволил. На вот этой игре вам нужно выстроить огроменную красивую башню, только пожалуйста. Я вас прошу с самого начала, а давайте без вот этих куполов, ну вот, которые вот там. Я как бы всё понимаю, они у вас очень красиво получаются, но давайте не в этот раз, она реально должна быть крутая. Вы справитесь с этой задачей или нет? А чё строить-то, я не поняла. Ну, Лера, точно не то строишь, что ты сейчас построила. Башню огромную постройте, короче. Мия, ты здесь остаёшься за главную, я забираю с собой карася, карась, мне нужна будет твоя помощь, иди сюда. Ты сегодня будешь у меня приманкой, мы будем тебя скармливать огромной морской рыбе. Давай сюда. И поменьше вопросов, карася, я тебе ничего объяснять не буду. Карась, тебе там удобно? А чё это мне в спину тычет? Это нога твоя или кое-что другое? А, ну, ну, не важно. Ну всё, давай тогда поплыли. От того самого места, где будет находиться вот эта башня Рапунцель, я построил огромную железно-железно-железнодорожную-железную дорогу к морскому вот этому монументу, или как он там называется, где обитает древний страж. Именно сегодня он нам с тобой, карась, понадобится. Именно сегодня он тебя сожрёт. Но, но это ради благих целей, карась. Ты, ты будешь сегодня приманкой. Мы почти подплыли. Давай, карасёк, вылезай из лодки. Опа. А сейчас аккуратно подходишь сюда ко мне, и я тебе объясняю, что тебе нужно сделать. Видишь вот эти все вагонетки, видишь вот эти все рельсы, которые там находятся. Короче, тебе нужно, это самое, привлечь внимание вот этого древнего стража, вот эту огроменную рыбу босса, с которого губка выпадает, и засадить в вагонетку. Это работает, не переживай, карась, всё работает. Его можно засадить в вагонетку. Вроде как. Твоя задача всего лишь как бы спуститься вот в этот данж, найти этого древнего стража, потом заманить вот в вагонетку, и всё, мы его тащим домой. Карась, не переживай, ты со всем справишься. Ну, если не справишься, тогда сдохнешь. Ну, всё получится. Давай, заглядывай в сундук. Всё, что здесь находится, карась твоё. Ну, кроме вот этого лука, я его себе подготовил. Давай, одевайся. Сейчас ты берёшь, спускаешься, выманиваешь древнего стража, запихающего в вагонетку, мы возвращаемся домой. А дальше я уже расскажу, что нам делать с этим древним стражем и башней Рапунсель. Ты всё понял, карась, или нет? А я буду здесь стоять вот так вот, вот это, охранять тебя. Давай, поплыл, 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 рыбочка моя. Давай, карась, и без добычи не возвращайся обратно. Да чё ты орёшь? Да нет там ничего такого страшного, как ты сильно орёшь, карась. Давай, давай, карасёчек, давай. Меня тут уже избивают. Ты древнего стража там, походу, забыл. И вагонетка ещё в воду упала. Ты наружу его самое главное вымани. Меня как бы... Оооо, на меня вот это проклятие повесил, карась. Меня тут как бы тоже избивают. Я тут долго продержаться тоже не смогу. Ага, прекрасно. И как всегда всё приходится делать одному. В этот раз ты сильнее, да, подготовился? Золотое яблоко и подводное дыхание. Карась, у тебя пару минут на всё про всё. Давай быстро. И ты ботинки на себя наденешь, и ты босиком бегаешь. А ты, собака, вообще отстань от меня, честно, противно. И вот видеться с тобой даже не хочу. Карасик, у тебя почти получилось. Почти получилось. Сюда, сюда. Давай, удочкой. Тащи его за вот это, за причиндал. И тащи вот сюда. Вагонетку, карась. Ты на меня подплыви вот сюда, чтобы он на меня загрелся. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Но возьми ты присобачиваю вот сюда. Ну, в любую вагонетку. В любую, карась. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Получилось. Карась, получилось. Он в вагонетке застрял. Меня сейчас кокнут. Два с половиной сердечка. Я уже жить не могу. Так, иди сюда. Главное мы с тобой сделали. Он прям сейчас находится в вагонетке. А ты мне говорил то, что это невозможно. Это невозможно. Еще бы главное, он меня сейчас не кокнул. Сейчас все очень просто. Надо вернуться домой. Посмотреть, достроена ли вот эта башня Рапунцель. И просто затащить туда вот этого древнего стража. Ха-ха-ха. А что, просто же? Ну, явно проще, чем затащить его в вагонетку. Мы тут минут 15 с этим возились. Ломаем. Я его толкаю. А ты потом его дальше толкай. Карась, у меня два сердечка осталось. Два сердечка. Давай, 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 давай. Толкай его. Толкай, толкай, толкай. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. И поехал, поехал, поехал. Карась, давай за мной сейчас посмотрим, какую вот эту башню они построили. Ой, ты смотри. Так быстренько поехал. Йоперный театр. Так, рыба наша поехала именно туда, куда нам не надо. Слушайте, они все достроили, Карась. А им даже не горел вот этот подъем строй. Вы смотрите, какие молодцы. И даже ни одного купола нет, Карась. Или я просто еще пока что куполов вот этих не вижу, как Лера. Лера же всегда любит вот эти купола строить, да? Башня Рапунцель. А вот это Рапунцель, да? Дайте угадаю, это Лера построила. Да, она профессионалка по тупой этим всем статуям. Ну, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что вы там настроили. Лестница огроменная. Реально выглядит все как будто нормальная человеческая башня. И строили ее нормальные, адекватные люди, а не наркоманы Петровичи. Самое главное, я сейчас посмотрю, что вы настроили здесь для Кати. Именно то, что я и просил. Так, заходите, заходите все сюда, вылезайте. Стасик, печенька, Карась, который сдох сегодня три раза от рыбы. И Мия. Здесь у нас железный забор. Здесь у нас нормальная кровать. Вот этот вот рычаг мы потом сломаем. И все. Ну, и сейчас вы понимаете, почему я попросил вас построить именно башню Рапунцель. И почему мы с Карасем сюда притащили вот этого древнего стража. Все догадались или нет? Че? Так, сейчас быстренько попрошу всех спуститься туда вниз, пока мне эффект этот опять не наложили. Все спускаемся, кроме Леры. Лера здесь остается. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Вот сейчас представим то, что Лера это Катя, которой стало интересно, что это за башня, она сюда пришла. В общем, Лера, ты тут оставайся, мы за тобой когда-нибудь вернемся. Ага, вот так вот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эндер стража накладывает эффект утомления третьего уровня. И с этим эффектом, ну, вообще ничего нельзя сломать. Ну, то есть, Лерочку, которую мы закрыли вот там, на самой верхушке башни, можно сказать, что она там осталась навечно. Ну, то есть, она оттуда вообще никак не сможет выбраться, не сможет сломать ни один блок, и вот этот Эндер Страж вечно будет ей накладывать утомление третьего уровня. Ну, Лерочка, в принципе, ты можешь делать всё, что угодно, но из этой крепости ты больше никогда не вылезешь. И вот так будет с Катей, когда она в следующей серии выживания залезет на верхушку башни Рапунцель, древний Страж кинет на неё вот этот эффект, и всё, Катюшка, ну босисься. Она до конца жизни будет заточена в этой башне. Так, а сейчас давайте я продемонстрирую, как это всё работает. Только обещайте, пожалуйста, что потом меня выпустите. Хорошо, я просто покажу подписчикам, как древний Страж накладывает этот эффект. Всё, Лера, подъём! Подъём, Лера! Держите вот этот рычаг и закрывайте меня, Лера, давай спускайся. Прощай, Стасик. И сразу же, как только я сюда залез, на меня набросился этот эффект. И что бы я сейчас не делал, как бы я отсюда сейчас не хотел выбраться, я ничего не смогу сделать. Я даже ковёр ломать не могу, хоть он всегда ломается за секунду. Вот именно так будет работать этот троллинг в следующей серии выживания для Кати. А сейчас, наркоманы Петровичи, давайте, выпускайте меня, я всё показал. У меня ещё дел много, мне нужно мост построить вот здесь, который будет вести к этой башне. Ну, тут надо подумать, помянем, помянем Эдика, прощай. Я же вас попросил, и вы пообещали то, что вы меня отсюда выпустите! Не доводите до греха, сломайте этот люк, пожалуйста, или поставьте рычаг. Лера, ну ты же знаешь, что ты моя любимица. Вы-вы-вытащи меня, пожалуйста, отсюда, поставь рычаг, а я тебе 20 изумрудов в следующей серии дам, хорошо? Фу, нет! Сама ты фу! И что вы сейчас предлагаете, мне Рапунцель стать, что ли? Да? Ну ладно, тогда буду ждать своего принца, когда он придёт и спустится по моим косам, или заберётся по моим косам на эту башню и вызволит меня. Ну или принцессу, хотя можно и принца. У меня никогда принца не было, а чё? Гуччи флип, флапс! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!